Всех приветствую! У меня на канале Jabbix. Сегодня я хочу рассказать, что опять-таки вкинул в автомобиль Chevrolet Lachetti, что сделали. В предыдущем ролике я рассказывал полная полировка кузова. Можете посмотреть, как он выглядит. То есть, ни царапинки, ничего нету, блестит полностью. Хотя, когда я его покупал, он был полностью матовый. Не только буду рассказывать, но и показывать, что это действительно есть. И поменяли тормозные диски задние. Они стоят полностью новые. Установлены новые тормозные диски, установлены новые колодки. И старые диски, что вы действительно видели, вот так вот они выглядят. Здесь уже есть момент, но ими пользоваться, скажем так, нельзя. В принципе, можно было бы их проточить, но я решил просто поставить новые тормозные диски. Дальше. Новые я поставил колодки, которые называют... Ну, вот таким вот образом выглядит коробочка, где они шли. Вот это они старые. То есть, старые колодки мои полностью, задние, все новые в круг. Два тормозных диска. Дальше мы поменяли рулевые тяги, наконечники. Это те, что стояли у меня. Они уже сильно стучали. На всех ямках едешь, все прям слышно. Я поставил новые рулевые тяги, новые наконечники. Это старые, чтобы опять-таки видели, что они заменились. Кстати, тормозные диски устанавливал не парц. Вот коробка тормозных дисков. То есть, что вы видели. Видели. Чуть позже я покажу вам цены, сколько это стоит. Это вот наконечников. Дальше. Что касательно газовых упоров. Смотрите, у меня на багажнике перестали после зимы открывать газовые упоры. То есть, они как бы не работают. Вы их открываете, но он не держит. И просто сразу падает. Смотрите, как он открывается сейчас. Смотрите, я только открываю. Они идеально открываются. И они стали чуть выше. То есть, багажник, крышка полностью открывается намного выше, чем предыдущие, даже когда они работали. Потому что уже за все время они просели. В предыдущих она открывалась где-то вот так. В новых она открывается вот так. То есть, поменены газовые упоры. Чтобы вы видели, вот старые газовые упоры. Чтобы человек, когда будет покупать, то есть, видел, что действительно это делалось. Дальше. Заменили масло в автомобиле на, естественно, Motul 10W40. Значит, вот выглядит канистра на 4 литры Motul 10W40. Одно из самых лучших масел, которое можно заливать. Ну, кстати, напишите в комментариях, каким маслом пользуетесь вы. Есть ли у вас такие автомобили, сколько у вас пробегов. И какое масло заливаете лично вы. Я использую Motul 10W40. Делали развал схождения на автомобиле. Было два болта, которые плохо откручивались. Пришлось их там немножко пообрезать. Потом купил новые болты, поставили. Значит, резко болтов. Получилось 600 гривен. Замена троса. Кстати, забыл сказать. Тросы ручника. То есть, у меня ручник вообще не работал. Значит, и после того, как мы поменяли, поменял два троса, поставили новые. Сейчас ручник держит отлично. И они тоже заменились. Дальше. Замена одного троса ручника 480. Замена второго троса 480. Дальше. Замена саленблоков задних 600 гривен. Развал схождения 550 гривен. Наконечник рулевой замена 360. Наконечник второй рулевой тоже 360. Замена рулевой тяги 2 штуки. По 420 каждая. Диагностика ходовой. Ну, я попросил, чтобы все это дело посмотрели. Вышло 200 гривен. Слесарней работы 300 гривен. И замена масляного фильтра 300 гривен. То есть, только по работе заплатил, получается, 5 160 гривен. Дальше, касательно товара. Саленблок и рычага задней подвески. Это, получается, 124 гривна. Пружина колодок задних 135 гривен. Четыре штуки в сумме 540 гривен. Дальше. Профит тяга рулевая 710 гривен. Это тормозные диски 2226 гривен. Болты, как раз которые я говорил, на развал схождения получились 396 гривен. Штука 198 гривен. Саленблоки в ажеля. Это 124 гривна. Трос ручника 1, трос ручника 2. Каждый по 652 гривны. Амортизаторы крышки багажника 960 гривен. Наконечник рулевой тяги 2 штуки по 299 гривен. Дальше. Фильтр салонный 220 гривен. Фильтр масляный 154 гривна. И мотюль, то что я говорил, 4 литра 1695 гривен. За все вышла вот такая вот сумма больше, чем 14000 гривен. Это получается у нас 200-300, грубо говоря, там 360 долларов. Еще мы сюда вложили. Плюс к этому полировка, все. В общем, все ролики есть на канале. Можете открыть каждый, посмотреть все, что, сколько стоит. Можете смотреть. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео и вопросы, которые у вас остались, задавайте в комментариях. Всем спасибо за просмотр.